Дмитрий Бак В Государственной библиотеке Виктор Федоров хвалил будущее название. Директор музея Толстого Сергей Архангелов называл коллегу отчаянно смелым человеком, решившимся на большие перемены. Музей, как рассказал Дмитрий Бак, расширяет свои горизонты. Во-первых, это связь с историей. Литература связана с историей. То, что в названии музея появится словосочетание истории и литературы, для нас очень важно. Во-вторых, мы единственный музей из более чем 400 литературных музеев России, который может претендовать на то, чтобы всю российскую словесность представить музейными средствами. Это очень важная вещь. А в-третьих, мы подчеркиваем, что мы выходим еще на территорию лингвистики, лексикографии. В числе новшеств завершаются ремонтные работы в здании на Зубовском бульваре 15. Там будет система открытых хранений. В планах создание пяти семи небольших музеев, посвященных авторам 20 века. Ждут здания на Арбате 37, чтобы превратить его в литературную Третьяковку. Так странно, что нет до сих пор такой точки, подобной той же Третьяковской галереи, где прямо-таки от первых памятников русской книжности и до современной поэзии и прозы была бы сквозная экспозиция. Вот мы надеемся, что именно это появится на Арбате. В эти дни Государственный литературный музей отмечает очередной день рождения. В домах-музеях, его отделах, по случаю праздника, литературные критики. Музыканты, поэты, писатели выступают в роли экскурсоводов, признаются в любви к литературному музею и делятся своими мнениями по поводу грядущих изменений. Теперь это будет музей истории российской литературы. Ничего, имени Даля, это неплохо. Я замечательно отношусь к Владимиру Далю. Это всё неплохо до тех пор, пока туда не вставят слово единообразной и утверждённой какой-нибудь истории российской литературы. Я бы на месте руководства вернулся бы к старому названию. Нужно беречь культуру, лелеять культуру. Но в любом случае я поздравляю музей с днём рождения, желаю ему ещё новых 90, ещё раз 90 лет славной работы для русской культуры. Конечно, Владимир Даль, или даже просто Даль, такой очень чёткий, внятный и запоминающийся хэштег, который, я надеюсь, будет способствовать, опять-таки употреблю современное слово, раскрутке литературного музея и тому, чтобы он встал в ряд тех блестящих музеев, которыми гордится Москва. Музей был образован в 1934 году по инициативе Владимира Бонч-Бруевича. Сегодня в составе 12 отделов, в их числе дома музея Лермонтова, Герцена, музей Солженицына. Коллекция насчитывает более полумиллиона единиц хранения. Имя, которое знают не только в нашей стране. Мы действительно очень много выставляемся сейчас на Западе. Объяснять каждый раз, что такое Литерарис Стейт Мюзеум, очень трудно. В каком городе, опять-таки, какой литературы, какого государства этот музей. С этим связана, конечно, вот эта довольно сложная и долгая задача. Теперь у Гослит-музея будет новое имя и новый стиль. Правда, когда именно его предстоят публики, пока неизвестно. Ольга Янина, Денис Красенков и Дмитрий Яковлев. Новости культуры. Новости культуры. Новости культуры. Новости культуры. Новости культуры. Новости культуры. Субтитры создавал DimaTorzok